Вчора Путин пильне полечил до Кореи Пулноцной, абы подписать важный документ с Ким Чен Иным. Визита Владимира Путина в Корею Пулноцной не стало событием о большом значении, потому что это первая визита Путина в Корею Пулноцной через 25 лет его президентуры. Стоит отметить, что его близкий парень и союзник-диктатур Ким Чен Иным есть у власти от времени значительно короткого. Объявил ее в 2011 году, после смерти своего рода, когда Путин уже открыл две коденции президентские. В Пхен-Яну Путин был пригласен с великим шансунком. По целом месте повивали российские флаги, висали портреты Путина, а на будинках видочно были пригласные написы в языке российском. Атмосфера очень вспоминала визиты Путина в каком-то российском месте. Однако эта визита была выяснена из других причин. По разу первых в истории российских визит Путин был эскортированный через мышливец Су-30СМ, который можно было увидеть на небе над Републикой Саха. Вчера такие средства остроенности были использованы только в период международных подрожек, а даже тогда не всегда. Святит то о высоком уровне безопасности, зацененном Путином этим разом. Визита стала сбежна с опубликованием артикула Путина в полноцнокорейском газете «Нодон Шимун». Стил артикула был подобный до реторики партийной лидеров Кореи Пулноцной, что подкресляло значение и повагу этих интенций. Ну и главная вещь. В рамках визиты подписано умовы о вселенном стратегическом партнерстве между Россией и Кореей Пулноцной. Однако, с чего у этой умовы не сон еще уявнены, цо дадает дадатковый тымницы. Председатель государственных дел Корейской народно-демократической республики товарищ Ким Чен Ын и президент Российской Федерации товарищ Владимир Владимир Ильич Путин обменивается экземплярами договора. Подписан новый межгосударственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наше отношение на новый качественный уровень. И Россия, и Корея проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Эти нелегитимные действия лишь расшатывают мировую политическую и экономическую систему. Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей егемонии в политике, экономике и других сферах. В этом контексте отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении к НДР должен быть пересмотрен. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Обращаю внимание на заявления Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Да, собственно, это не только заявление, это уже и происходит. И все это грубое нарушение, взятых на себя западными странами, ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской НДР в соответствии с подписанным сегодня документом. Выглядит на то, что обе стороны что-то планировали, а та теймничество только увеличивает непокой общественности международной. Счастливый непокающий есть факт, что Путин и Кимчинин сон знаний как шантажисты нуклеарные. Тематика их разговора может быть преобразовательна для целого света. Для России это партнерство имеет значение в контексте заполнения амнициям потребной для продолжения военных действий. Война это особенный проект Путина. Им больше амниции достанет, тем лучше для его стратегии востковой. Нужно помнить, что количество не всегда означает качество. Повноцно-корейнская амниция может быть низкой качества, что уже было место в истории их интеракции с другими странами. Корея Пуноцная есть также знана с рискованных практик бизнесовых и непривидевленности. Если кто-то заинвестует в бизнес в Корею Пуноцную, истнеет высокое правдоподобиенство, что этот бизнес станет сконфискован. Это один из причин, для которых никто не инвестует значительно в Корею Пуноцную. Доктрина политики заграничной этого края опираясь на получивании натихмиастовых корзисти тактичных без взглянения дуготерминовой репутации. Поэтому можно сказать, что Корея Пуноцная в ближших временах достает от России что-то, чего очень потребует. Могут это даже технологии продукции ракет балистичных или что-то подобное. Визита Путина в Корею Пуноцной будит непокой в Кореи Пуноцной и Японии. Обавляющие они возможного воинского союза между Россией и Кореей Пуноцной и трансферы технологий, особенно в джеджине ракет баллистичных. Корея Пуноцная и Япония с большим незадоволением и обувами обсервируют развитие ситуации, понимая, что может это проводить до дестабилизации ситуации в регионе. По-моему, Путин сказал, что если кто-то заатакует наши края, в смысле Россия или Кореи Пуноцной, то мы будем помогать. Чины также внимательно обсервируют развитие ситуации, выкушивая нейтральное интересование или даже опробаты. Если Пекин был противный, визита Путина в Кореи Пуноцной могла бы не отбыть. Никто в Кремле не может сегодня позволить себе на денервование chiинским руководством в obecной ситуации, очевидно. В результате, визита Путина в Кореи Пуноцной есть выражением о далеко идонцых консеквенциях, который может заменить равновагу сил в регионе и вплынуть на соцсунки международовые. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Узнаете? Именно эта мелодия сейчас звучит на площади Киммерсена. Продолжение следует... Продолжение следует... Напишите в комментариях, что вы думаете на этот темат, о чем могут говорить оба диктатуры. Спасибо за обижение этого фильма, спасибо за субскупцию на мой другой канал и до свидания всеским.